Всем большой привет! Июль у нас подошел к концу, как бы это ни печально звучало, и настал черед пустых баночек. Банок у меня накопился огромнейший-огромнейший мешок, и я думаю, мы с вами не обойдемся одной частью. Скорее всего, части будет две. Ну, чтобы не затягивать, давайте начнем. Сначала покажу продукты для волос. Продуктов всего два. Первое это шампунь. Шампунь шаума для мужчин. Свежесть мяты, заявленная свежесть до 48 часов. Шампунь абсолютно не понравился. Он плохо очищает волосы. Никакой заявленной свежести и в помине нет. И волосы уже на утро выглядят какими-то жирными и неопрятными. Также отдушка не понравилась. И, девчонки, этот шампунь я посоветовать не могу. И, конечно, больше мы его покупать не будем. Следующий продукт для волос это маска от Faberlic Expert. В таком она у меня неприглядном виде, я извиняюсь. Долго стояла в ванной. Маска-то по своим свойствам неплохая. Она и питает волосы, и распутывает. Но у меня к ней как-то не особенно тянулась рука. У нее такой парфюмерный, яркий химический аромат. Хотя в шампуне и в бальзаме этот аромат как-то более приятно звучал, чем в маске. Не знаю, можно ли ее сейчас достать в каталогах или нет. Но по действиям-то она работала неплохо. Дальше, девчонки, пойдут у нас гели для душа. Первый гель это у нас New Lacti Milk. Энергия и свежесть кожи на основе белорусского козьего молока. Большой объем, 400 мл. Стоит он очень бюджетно. Имел такую кремовую текстуру. За счет этого кожу абсолютно не сушил. Приятный аромат в ванной раскрывался. Мне гель понравился. Возможно, я с какими-то другими отдушками еще такой гель для душа прикуплю. Девчонки, кто не пробовал, попробуйте. Он бюджетный и по своим свойствам неплохой. Гель для душа, который меня очень удивил. Это компания Свобода. 430 мл. Я его, девчонки, даже не показывала в покупках. На самом деле, этот гель стоил 60 рублей. Очень-очень бюджетно. Но на удивление, мне он понравился. У него приятный аромат. Пах действительно клубничкой. Где-то там на заднем фоне немножко мятый. Он экономно расходовался. Он прекрасно пенился. Хорошо очищал и кожу не сушил. Знаете, я на него не возлагала, конечно, никаких надежд. Просто нужен был бюджетный гель с собой взять. Куда-то на природу, на дачу. Проходной такой продукт. Но меня он впечатлил. И почему бы и нет, возможно, я еще раз такой гель для душа прикуплю. А следующий гель, который подошел к концу, это вообще мой любимчик. Я его неоднократно показывала. Гель уход для душа. Свежесть лемонграсса. Обалденный аромат именно на лето. Но долго останавливаться не буду. Постоянно я его покупаю. Очень мне он нравится. Вообще гели от Невея. Очень качественные и хорошие. Гель для душа от Ифраше с мятой и малинкой. Мне дарила этот гель для душа моя подписчица Лиза. Лиза, тебе огромнейший привет. И еще раз спасибо за то, что дала возможность попробовать такие прекрасные продукты. Гель для душа экономно расходовался. Здесь 200 мл. И у него просто бомбезный аромат. Очень мне понравился. И также Лиза мне дарила скраб для тела отшелушивающий. Это уже у нас Фаберлик. Лимонное Монпансье. Тоже меня скраб очень впечатлил. Я даже делала пост в инстаграм. И по аромату, и по своему действию. Здесь были такие мелкие частицы. Ну вот у меня уже ничего не осталось. Мелкие частицы, но которые хорошо кожу полировали и не царапали. И просто обалденнейший аромат именно такого лимончика. Кисленький. И именно на лето мне он понравился. Так, для тела, девчонки, что еще подошло к концу? Это гель для интимной гигиены от компании Маграф. Этот гель стоил в районе 70-80 рублей. Супербюджетно. Здесь 250 миллилитров. У него, конечно, большой расход оказался. Закончился он у меня быстро. Но за такую цену это, в принципе, нормально. И знаете, гель по своим действиям-то неплохой. Он кожу не раздражал. Никакого чувства дискомфорта от ней вызвал. Хорошо очищал. И прекрасный аромат. Я периодически такие гели для разнообразия покупать все-таки буду. И я бы его посоветовать девчонке вам тоже могла бы. Быстренько покажу. Пена для бритья от жилет. Я такими пользуюсь сама и часто покупаю. Но все-таки мне больше нравится гель. У меня жили пена. Оно геля в наличии в магазине не было. И купила пену. Быстро у меня расходуются такие вещи. И не вижу смысла покупать что-то дорогое, за что переплачивать. Для тела также подошел к концу крем-актив от Cellulite от компании Florissant. Обещает подтянутый силуэт, упругие ягодицы и бедра. Улучшает структуру кожи. Конечно, это не супер средство от всех проблем. Но кожу действительно немного уплотняет. Он ее подтягивает. И кожа становится такой более упругой. Единственный минус быстро заканчивается. 125 мл мне буквально хватает на раз, ну на применение, наверное, 6. И все. Упаковка удобная. Я думаю, это планировалось для того, чтобы брать с собой в тренажерный зал. Небольшая такая упаковочка. На самом деле очень удобно действительно с собой носить. И крем очень-очень хороший. Покупала и, скорее всего, еще такую упаковку одну куплю. Два дезодоранта. Да, вот в таких разных исполнениях. Это Рексона. Один и тот же вариант. Невидимая защита. Прозрачный кристалл. А начнем со спрея. Именно в спрее я больше покупать не буду. Девчонки, у меня за 2 недели этот спрей улетел. Я не знаю, как так получилось. На самом деле у меня первый раз такое. И это ядерное облако, которое распыляется в ванной. Которое сбивается в нос, в глаза. Просто невозможно находиться. Мне не понравилось. Именно в спрее я бы не советовала. А вот в ролике, в таком варианте, вполне себе неплохой. Конечно, нужно время, чтобы этот дезодорант подсох на коже. Чтобы можно было потом комфортно надеть одежду. Надеть на себя одежду. Хороший. Он и защищает, и следов не оставляет. Вот в таком варианте я покупать буду. А в спрее нет, нет, нет. И не советовала бы. Миниатюрка от Diozit Essence. Заказывала на сайте iHerb. Здесь 44 мл. Лосьон для рук и для тела. С кокосовым маслом я думала, что будет такое приятное средство. Но мне оно абсолютно не понравилось. Именно из-за аромата. Аромат химический. Никаким кокосом в помине не пахнет. Пахнет чем-то неприятным. Чем-то каким-то нефтяным. Очень не понравился. Но по своим действиям крем-то оказался хороший. Он питательный. Я использовала его на пяточке. Хорошо для пяточек именно работал. Он и питал, и кожа была в хорошем состоянии. Но почему такой аромат? Я просто нахожусь в шоке. Хотя читала отзывы, что девчонки пишут аромат приятный. Ну вот, либо мне попался какой-то бракованный крем. Либо аромат просто на любителя. Но я бы на самом деле не советовала. Возможно, с другими какими-то отдушками, да. Но именно с кокосом нет. И сам крем имел вот такой вот желтый оттенок. Но кожу он не окрашивал. Вот сейчас открыла, и этот аромат прям почувствовала очень неприятно. А так, что еще для тела подошло к концу? Это крем для ног от Эко Лаб. Очень хороший крем, антибактериальный. Мне он понравился. Действительно на лето, и кожу в хорошем состоянии, да, содержит. И дает такой антибактериальный, немножко как бы охлаждающий эффект. Но он незначительный. Хороший крем. Буду еще покупать. Мне понравился. Это уже второй крем от Эко Лаб. Именно для ног. И он оставляет после себя хорошие такие впечатления. А также для тела подошел к концу у меня скраб полирующий для ног. Это хрустальная туфелька Organic Kitchen. Морская соль и косточки белой смородины. Очень понравился скраб. Здесь 100 мл. Обалденный. Я его использовала именно в качестве скраба для ног. Мне он понравился. Это солевой скраб. На все тело мне он как-то немного пощипывает. Неприятно. Вот для ножек самое то. Очень хороший, приятный смородиновый аромат. И в качестве скраба для ног хватает на достаточно приличное время. Так, что еще, девчонки, для тела? Покажу вам масло миндальное. Масло миндальное самое обычное. Косметическое от компании Аспира. Покупала в аптеке. Я добавляла это масло в масло Касторова. Использовала на брови, на реснички. В принципе, неплохо. И также использовала в качестве такой косметической основы. Для домашних скрабов, для тела. То есть, в это масло я добавляла кофе, сахар. И вот такой самодельный скраб получался. Нормальное масло. С приятной такой отдушкой. Можно, в принципе, покупать и для таких целей использовать. И стоило, кстати, оно очень бюджетно. Вот у меня даже осталась этикетка с ценой 98 рублей. Так, покажу быстренько два ополаскивателя. Это у нас лесной бальзам. И тот, и тот мне понравился. Очень они хорошие. Я постоянно показываю. Бюджетные и действительно работают. Так, девчонки, дальше. Дальше зубные пасты. Как всегда, это у нас White Glow. Но люблю я эти пасты. Ничего с собой не могу поделать. Мне нравится эффект очищения от них. И сам процесс, да, скажем так, применения. Они не очень ядерные, но хорошо справляются со своей задачей. Также еще две зубные пасты. Это у нас Lokalut. Это, по-моему, какой-то аромат. Так, девчонки, цветочный какой-то аромат. И действительно, при вкусу, как будто я сорвала какой-то цветок и его заживало. Мне это не очень понравилось. Но паста, я бы не сказала, что она прям какая-то супер отбеливающая. Нет, просто хорошо очищает и все. Но я бы посоветовала именно вот эту пасту от Belita Vitex. Она бюджетная. Она стоит, если я не ошибаюсь, что-то 80 рублей. 80 с чем-то. Очень-очень бюджетная. Я беру ее уже второй раз. И это как такой некий скраб для зубов. Очень хорошо отбеливает. Вот от этой пасты я увидела эффект. Вот эта стоит намного дороже, но как-то не особо меня впечатлило. Вот именно эту я бы, девчонки, посоветовала. Присмотритесь. Беру на самом деле второй раз именно вот эту отбеливание. Там большая линейка, но я пробовала несколько. Те меня не так впечатлили. А вот эта отбеливающая очень-очень понравилась. Так, дальше, девчонки. Что еще у меня здесь есть? Соль для ванны, кураж, души и тела. Очень понравилась соль. В ней нет никакого мусора. Но она окрашивает воду и имеет приятный аромат. И аромат такой, какой-то ягодки. Не знаю, это точно голубика или нет, но аромат приятный. Так, дальше. Девчонки, у меня здесь уже продукты для лица пошли. Их тоже очень-очень немного. Очищающие полоски для носа от Сетуа. Именно эти люблю. Именно с углем. Хорошо вытягивают черные точки. И прям видно, да, вот эти забитые поры на самой полосочке. Классные. Также матирующие салфетки от Пуридерм. На самом деле это не самые мои любимые матирующие салфетки. Но просто в том магазине, в котором я покупала, выбора особо не было. Поэтому пришлось взять эти 60 штук. Стоимость также у них недорогая. Кожный жир они впитывали. Но мне одной салфетки как-то на лицо не хватало. Вот именно летом я две салфеточки брала. Поэтому закончились быстро. Ну а так они неплохие. Также для лица подошла у меня альгинатная маска от Фаберлик. Которая идет для матирования, для склонной к жирности или проблемной кожи. Заявлено, что эту маску нужно использовать за один раз. Но мне хватило на два раза. Вполне полноценных. Так я ее не экономила. Ну вот на два раза у меня получилось. Маска неплохая. Идет она вместе со спреем. Который спрей активатор. Спрей у меня еще остался. Но масочка закончилась. Я подумываю. Все-таки в Фаберлик эти маски заказать. Но спрей-то надо использовать. Правильно? И по действию эта маска неплохая. Насчет того, что матирует она или нет. Я как-то не заметила. Но она неплохо кожу освежает. И кожа становится более такой гладкой, сияющей на вид. Хорошая масочка. Подошел к концу у нас аромат. Это аромат мужской. Карл Лагерфельд. Аромат очень дорогой. Он долго держится на теле. И аромат шлейфовый. Этот аромат не подойдет таким молоденьким парням. Это больше для мужчин постарше. Но он очень-очень приятный. Возможно мы когда-нибудь к нему вернемся. Но хочется попробовать уже что-то и другое. Но этот аромат я бы советовала девчонке кому надо на подарок. Очень-очень достойный вариант. Вот такая мелочь у меня здесь под рукой лежит. Давайте я поскорее ее покажу. Это блеск для губ от Фаберлик. Очень-очень он долго у меня уже лежит. Это что-то было типа пробника. Типа миниатюрки. Мне не особенно он нравился. Он такой персиковый. С какими-то золотыми частицами. Но как-то он у меня не пошел. Ничего про него сказать особенно не могу. Дальше тушь для ресниц от Римель. Я эту тушь люблю. Но люблю больше с изогнутой кисточкой. Это мне попалось с такой прямой кисточкой. Она дает неплохой объем на ресничках. И в принципе все. Ресницы не склеивает. Она не осыпается. Но я слышала, что девчонки плохо не отзываются. Я думаю подойдет больше для тех, у кого свои ресницы достаточно длинные. Тогда она будет работать неплохо. Но та, которая с такой щеточкой-лопаткой, мне все-таки нравится больше. Два бальзама для губ. Это у нас Кармекс. И это у нас Эйван. Кармекс. Я пользовалась этим бальзамом в течение всего года. В те периоды, когда у меня губы были в отвратительном состоянии. Когда они были обветренные. За одну ночь он восстанавливал их просто до идеального такого состояния. Очень мне понравился. Думаю, что надо заказать еще. И бальзамчик от Эйван тоже оказался очень неплохим. Он восстанавливал губы, питал, убирал все шелушения. Очень-очень даже неплохой. Девчонки, кто в Эйван заказывает, вот именно к такому бальзаму, который интенсивная помощь, присмотритесь. Также осталась у меня здесь пудра для лица от Эйван. Такая старинная-старинная пудра. У меня была в оттенке, если я не ошибаюсь, да, light, medium. Вот сколько у меня ее осталось, девчонки. Пудра-то была неплохая, но она у меня просто уже давно лежит. Я боюсь, как бы не вышел в срок годности. Давайте в этом видео последнее, что покажу. Это будет такое средство по уходу за домом для мытья посуды от компании Вестар. Гель-бальзам. Я покупала в Экспрессе и даже, по-моему, в покупках не показывала. Но давайте в пустых баночках быстренько свое мнение расскажу. С маслом ши и карите. Меня привлекла упаковка. Она достаточно яркая. И то, что здесь масло идет ши, не будет сушить руки. Но не понравился мне этот гель-бальзам. Он плохо очищает посуду. Не справляется с посудой жирной. И быстро-быстро заканчивается у него большой расход. Девчонки, не советовала бы покупать. Даже за 50 с небольшим рублей, который сейчас цена в Экспрессе. Не очень, не очень. Что-то лучше посмотреть другое. Девчонки, первая часть видео. Давайте у нас будет все. Приглашаю вас во вторую часть. Большое спасибо за внимание. Увидимся во второй части. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok